Школа номер 11 на один день стала масштабной площадкой для проведения военно-спортивной игры. За кубок цунами поборолись 10 лучших отрядов юнармии со всего городского округа. Почему подростки все чаще предпочитают такое времяпрепровождение, узнавала наш корреспондент Анна Троян. Первую в Люберцах военно-спортивную игру посвятили 72-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Для начала построение и напутственные слова от представителей Всероссийского движения юнармия, власти и депутатов. А затем ожесточенная борьба на 10 этапах различной направленности. У нас в Люберецком городском округе создан штаб движения юнармия и созданы отряды в общеобразовательных учреждениях. Подключились все наши службы МЧС и пожарные службы, чтобы нам предоставить оборудование, технику для проведения. Я думаю, что это будет, на мой взгляд, на сегодня такое очень масштабное мероприятие. Военно-спортивной подготовки юнармейцев учат в их образовательных учреждениях. Однако Александра Нестерова с детства владеет этими навыками. Родилась в семье военных. Несмотря на то, что я девочка, я себя не жалею и не боюсь того, что я поранюсь. Мне не жалко совсем этого, потому что я люблю спорт и в этом заключается моя жизнь. Военно-прикладные виды спорта хорошо знакомы и ученикам кадетской школы. Братья-близнецы Никита и Денис тоже продолжают семейную традицию. Охотно осваивают боевое дело. Ходили на тренировки каждый вечер. Да, ходили на тренировки, занимались дополнительно. Чтобы смогли защитить потом Родину. Ловкость рук и никакого мошенничества. Все это про испытания узлы. Отряд цыпочки цунами исключительно девчачий. Но эти школьницы, как оказалось, умеют плести не только косы. У представителей 11-й школы, пожалуй, самый большой опыт среди участников игры. Они были одними из первых люберчан, которые вступили в ряды юнармии. На состязание они предоставили две команды – мужскую и женскую. Потому что количество девочек у нас превышает мальчиков. И поэтому мы как-то решили, что у нас женская команда. Возможно, в душе мы соперничаем, но официально мы не соперничаем. Потому что я считаю, что, наверное, мы дружные. Еще отряды юнормейцев состязались в сборке боевого пистолета. На скорость разбирали магазин автомата. Поучаствовали в тактической стрельбе. Полоса препятствий – пожалуй, самое сложное испытание Кубка Цунами. Быстро и безупречно на время выполнить все этапы. Здесь важна хорошая физическая подготовка. За первый Кубок Цунами сразились 10 лучших отрядов юнормейцев со всего городского округа. По итогам игры сильнейшими стали цыпочки цунами из 11-й школы. Анна Троян, Дмитрий Шарапов, телеканал ЛРТ.